уважаемые рыбы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 25 по 31 января включительно сегодня как обычно мы рассмотрим события этой недели в общем начало этого периода основные моменты в вашей судьбе в этом периоде что ждет наши семейные пары также наших одиноких свободных рыбок что ожидает ваша рабочая деловая сфера внешний мир скрытые факторы также постараемся рассмотреть и чем для вас эта неделя завершится сейчас вы можете картам загадать один вопрос желания вы на него получите ответ да или нет в конце чтения основного вашего расклада карта которая останется на самом дне колоды и будет ответом на ваш вопрос да или нет этот таро прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту не забывайте о том что расклад общий он не заменит индивидуального для всех одинаково проиграться он не может из услышанного вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию и так ваша первая карта уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его чтение ваш расклад начинается шестерки мечей а это говорит о том что многих из вас уже в начале этого периода ждут дороги и ждут передвижения дороги могут быть любого рода у кого-то это то что связано с работой у кого-то то что связано с близкими с отдыхом почему потому что по этой карте вы куда-то направляетесь но не один а с кем-то может быть это ваша семья может быть кто-то из тех людей кого вы хорошо знаете вместе вы пытаетесь разрешить какие-то проблемы и что-то поменять свои жизни в лучшую сторону эта карта говорит о том что перемены в вашей жизни грядут вы к ним уже готовы вы готовы на то чтобы перевернуть прошлую страничку вашей жизни для того чтобы все плохое осталось позади в общем то эта карта говорит о том что какой-то степени на сегодняшний день еще чувствуется подавленность но вы уже начинаете выходить из вот этого состояния уныния а это говорит о том что еще в недавнем прошлом у кого-то из вас были проблемы хотите вы этого или нет что-то вашей жизни в любом случае будет меняться но вот эти перемены которые будут входить в вашу жизнь принесут вам благоприятные изменения давайте посмотрим на основные события которые входят вперед этой недели и здесь для вас выпала довольно таки агрессивная карта это 7 мечей это карта врагов недоброжелателей сплетен людей которые плетут за вашей спиной интриги это могут быть происки ваших конкурентов людей лицемеров которые ведут какую-то нечестную игру по этой карте могут быть любого рода подставы заговоры желание поживиться чем-то за ваш счет либо за ваш счет решить свои собственные проблемы эта карта может говорить о любом воровстве на бытовом уровне поэтому будьте внимательны в этом периоде в отношении своих личных вещей кошельков сумок и прочего но эта карта может показывать и воровство более больших масштабов когда кто-то может пытается воспользоваться вашими идеями вашими рабочими наработками кто-то из-за вашей спины конкуренты следят за каждым вашим шагом и перенимают ваш опыт тем самым вредят вам пытаются где-то вам подражать ну и в общем то при любой возможности действительно могут пытаться вам вредить то есть вы для себя должны понимать что враги у вас есть и в этом периоде особо старайтесь кого-то не посвящать свои планы на будущее забегая немножечко вперед об этом говорит также и карта верховной жрицы которая выпала как видите в одну линейку по вертикали рядышком семеркой мечей это говорит о том что вам нужно что-то соблюдать или держать пока в тайне особо что-то не афишировать чем меньше будут знать другие тем меньше смогут вам вас препятствовать будьте выборочны в отношении общения и тех людей которых впускаете в свое приватное пространство давайте посмотрим что ждет наши семейные пары для семейных пар выпала карта двойки жезлов и карта десятки мечей многие из вас то что касается ваших домов стоят перед каким-то выбором у многих накопились финансовые трудности проблемы которые вы пытаетесь разрешить если говорить о вашей второй половинке он или она пытается вас во всем поддержать я вижу что в паре есть чувство есть любовь обновление эмоций даже если раньше были конфликты то в этом периоде по крайней мере ваш партнер старается сделать вам шаг навстречу кто-то может быть из ближайших родственников родителей или братья сестры даже ваши детки могут тоже за вас переживать и волноваться вы сейчас стоите перед каким-то выбором что-то вы обдумываете для реализации каких-то ваших идей у вас может не хватать денег для каких-то крупных изменений в доме тоже вам нужна гораздо больше той суммы которые могут поступать вам в обычное время поэтому вы задумываете о том как найти деньги или как что-то лучше в своей работе даже если у вас затруднения по какому-то другому вопросу касающегося дома или близких эта карта говорит о том что много будет зависеть от ваших решений но решит тот вопрос который вас волнует у вас будет как минимум два варианта две возможности будет выбор я вижу что вы в прошлом уже многого в этой жизни успели достигнуть у вас есть определенный авторитет определенный опыт но на сегодняшний день вам нужны какие-то обновления эта карта показывает вашу социальную активность и во внешнем мире то что вы ведете переговоры с кем-то возможно даже не выходя из дома может быть вы ждете помощи издалека из-за границы может быть кто-то из ближайшие родни шлет вам какую-то весточку дает вам в чем-то надежду если вы обдумываете свой отъезд куда-то за границу то здесь ваша семья пытается тоже вам во многом помочь многих из вас в этом периоде могут ждать семейные праздники у кого-то из рыбок уже будут дни рождения которые вы будете отмечать вы можете быть элементарно перед выбором того как лучше свое день рождения в настоящем или в будущем отметить да то есть карты показывают планирование но в общем-то десяточка чаш говорит о том что в вашем доме все будет хорошо давайте посмотрим что ждет наших одиноких рыбок для одиноких выпала карта туза чаш карта старшего органа смерти и карта пятерки пентаклей для многих одиноких эти карты показывают затруднения и в любви и в работе даже если вы с кем-то недавно начали встречаться отношения могут быть под угрозой либо вы чувствуете что это не ваш человек либо что это не те отношения возможно в вашей жизни на сегодняшний день стоят какие-то более важные задачи и проблемы чем любовь почему потому что по этой карте у кого-то возможны долги или кредиты сложные финансовые обязательства перед кем-то и это то что вам нужно решать показано что вы действительно хотите обновление вы хотите начать своей жизни что-то как заново но карта смерти она не говорит о смерти на физическом уровне не стоит ее бояться но она говорит о каких-то больших переосмыслениях вашей голове в вашем сознании что для того чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь нужно переступить через что-то старое либо из прошлого или из даже из настоящего от чего-то суметь отказаться от людей от событий у вас на сегодняшний день еще есть какие-то страхи грядущих перемен то есть нет полной уверенности в том как правильнее и лучше поступить вы сами себя по этой карте можете тормозить для кого-то из вас эта карта может показывать и родовые кармические проблемы то есть все что в вашей жизни происходит на сегодняшний день происходит не случайно эти события нельзя обойти их нужно прожить в полной мере для того чтобы получить какой-то опыт у кого-то под большим под большим вопросом стоит работа желание сменить работу из-за того что вы не получаете желаемых денег работа может быть тяжелая ненормированная с целым грузом обязательств и еще каких-то проблем здесь и физическая усталость и по здоровью вы себя можете чувствовать не очень по этим картам вам просто необходима чья-то помощь но то что я видела по первой карте вашем раскладе вот эта помощь вот эти перемены в вашей жизни обязательно будут сейчас такой период даже для тех кто работает вы можете получать деньги но это не деньги это какие-то копейки за тот тяжелый труд за те усилия которые вы отдаете работе поэтому желание что-то поменять и в то же время страхи для кого-то из вас эти карты могут говорить о кармических проблемах связанных с семьей с домом с ближайшей родней о том что кто-то болеет кто-то может нуждаться вашей помощи и тем временем когда вам и самим нужна помощь вы должны еще позаботиться о ком-то это тоже не может вас не волновать но многие из вас для тех у кого есть хроника по здоровью в этом периоде возможны обострения поэтому подумайте также и о своем здоровье для тех у кого все хорошо со здоровьем даже если вы молоды и энергичны все равно в этом периоде будьте бережны в отношении своего здоровья ограничьте общение с какими-то людьми для кого-то из вас эти карты могут показывать период изоляции который немножечко затянулся до для кого-то эти карты могут проиграться как то что работы нет вообще и пока тяжело найти что-то новое в центре расклада верховная жрица говорила о том что вы находитесь в стадии ожидания когда много вопросов и неизвестность мучает вас вы планируете свое будущее но вы находитесь под влиянием и внешних факторов и других людей и каких-то обстоятельств то есть это все то что может влиять на вашу судьбу если говорить о женщинах рыбках эта карта показывает вашу огромную интуитивность ваше чутье это то что будет помогать вам и в делах и в личной жизни на сегодняшний день у вас есть какие-то свои тайны которые вы тщательно можете скрывать от кого-то но в то же время пытаетесь узнать чьи-то секреты для того чтобы получить ответы на свои вопросы если на сегодняшний день вашей жизни что-то не развивается что-то тормозится либо что-то вы для себя не можете узнать верховная жрица снова таки говорит о том что такой вход судьбы сейчас вам тяжело что-то изменить либо вам не даются какие-то ответы либо что-то вашей жизни не происходит для того чтобы вы сейчас сами себе не нанесли какой-то вред то есть своими действиями вы можете себе же навредить поэтому вселенного защищает от ваших собственных ошибок если говорить о мужчинах рыбах то очень много вашей жизни зависит от интуиции той женщины которая может быть рядом с вами это может быть для кого-то ваша мать либо старшая женщина в роду для кого-то это может быть даже духовная наставница женщина-учитель для всех тех кто занимается эзотерическими практиками эта карта великолепна для женщин она говорит о том что у вас все получается вы можете стать прекрасным практикам может быть меня смотрят люди практикующие и вы уже имеете определенный успех в обществе возможно кто-то просто думает о магии и о том чтобы с помощью магии что-то разрешить своей жизни таким образом эта карта тоже может проиграться в вашей жизни для женщин эта карта показывает уже накопленные знания и желание пополнить вот этот багаж то есть обогатить свой опыт еще какими-то знаниями вы постоянно развиваетесь то что касается работы у многих на сегодняшний день тоже знаки вопроса большая неуверенность такое впечатление что вы не уверены ни в чем для тех кто в поиске работы как подсказка для женщин эта карта говорит о том что работу вы можете найти и сами либо с помощью женщины для мужчин то же самое найти работу с помощью женщины если вы работаете на кого-то эта карта может показывать женскую особую начальницу от которой что-то зависит но эта женщина особо может с вами не откровенничает давайте посмотрим теперь что на вашей душе она вашей душе семья родные и близкие ваши ближайшие друзья эта карта отдыха и праздника и она действительно может говорить о том что вы думаете о предстоящих днях рождения и о том чтобы с кем-то встретиться здесь тоже много знаков вопроса если говорить о женщинах рыбках то что касается рабочих моментов многие из вас стремятся к независимости в работе и желание работать на себя не игнорируйте в этом периоде свой внутренний голос что происходит с вашими финансами на финансы выпала карта тройки чаш эта карта успеха эта карта может говорить о прибыли о дополнительных источниках дохода о том что с деньгами будет все в порядке даже если вы не работаете кто-то из ваших либо близких либо друзей готов вас поддержать и даже здесь карта тройки чаш показывает праздник какое-то радостное событие это то на что могут тратиться деньги если вы вкладываете деньги в свое образование это также очень правильные вложения это то что будет приносить вам развитие и в будущем и в дни сегодняшнем для вас это тоже уже очень хорошо сама по себе троечка предвещает денежный рост но финансово вы можете зависеть еще от каких-то людей это может быть ваши клиенты может быть это ваши коллеги для тех кто не работает ваши близкие что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта старшего аркана мага эта карта показывает ваши таланты вашу образованность желание возможно начать какой-то новый проект чем-то поэкспериментировать желание рискнуть попробовать себя в новом предприятии и возможно не одно может быть вы по этой карте хотите совместить несколько рабочих направлений либо если вы учитесь то здесь и работа и вы везде должны по магу успеть карта мага человека способного маг это человек который может что-то сделать то есть вы сами можете что-то поменять своей судьбе если говорить о женщинах эта карта может показывать ваши мужские лидерские черты характера которые вы проявляете во внешнем мире за пределами вашего дома интеллект планирования стратегия это все то что вам в помощь для кого-то эта карта может показывать мужчину от которого вы зависите с одной стороны этот мужчина вам в чем-то помогают с другой стороны где-то вами манипулируют то есть помощь но на каких-то взаимовыгодных условиях по этой карте как подсказка для того чтобы не манипулировали вами сами манипулируете кем-то либо какой-то ситуации кто-то может пытаться влиять на ваше сознание на ваши мысли для того чтобы вы делали так как удобно кому-то они вам по этой карте вы должны уметь отстоять свое мнение проявить в чем-то хитрость даже где-то лукавство уметь людям внушать свои мысли чтобы они их воспринимали как свои собственные и это то что вам гарантирует успех кто-то уже с периода этой недели начинает какой-то эксперимент либо в работе либо вообще даже в личной жизни давайте посмотрим на скрытые факторы на ближайшее время первая неделя февраля завершение этой недели мы видим карту принцессы пентаклей карту луны и карту принцессы чаш у многих переживания не только из-за работы но из-за личной жизни у тех у кого в личной жизни были проблемы до сегодняшнего дня волнения на ближайший месяц во многом еще остаются для тех кто в паре ваши отношения во многом зависят от мужчины для многих из вас эти карты могут как проиграться как треугольники четырехугольники отношения с не свободным человеком то есть тайное отношение тайные встречи или желания вот этих самых тайных встреч свидания под луной многих из вас ждут с кем-то вас отношения могут развиваться если вы встречаетесь но из-за этих отношений вы очень сильно переживаете деньги к вам будут поступать но из-за денег тоже будут постоянные волнения на ближайший месяц женщинам и в делах работы также готов посодействовать мужчина возможны дороги встречи на отдых с кем-то из близких либо с любимым человеком но это уже в более отдаленном будущем интуитивно вам все время будет казаться или кажется что вокруг вас какая-то ложь лицемерия и ваши предположения небесосновательные действительно вашем же ближайшем окружении есть такие люди сама по себе эта карта может показывать родовые семейные проблемы и большие переживания за дом за семью женщин финансовых вопросах во многом может поддержать мужское лицо хотя вы и сами можете зарабатывать деньги благодаря своему трудолюбию упорству и умению пользоваться все-таки своей интуиции давайте посмотрим чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода выпала карта королевы пентаклей если говорить о женщинах результатами этой недели все таки вы будете довольны у кого-то даже в период выходных не будет отдыха будет полная занятость если вам выдастся возможность поработать вы от этой возможности не откажетесь для вас в этом периоде важны финансы но даже если вы будете отдыхать дома это какой-то активный отдых то есть вы дома не сидите на месте вы постоянно чем-то заняты и планируете свои будущие рабочие процессы для кого-то из вас это финансовое поступление в конце этой недели деньги которые будут в ваших руках и вы благодаря этим деньгам сможете многое разрешить что-то себе купить что-то себе позволить для мужчин эта карта говорит о помощи женщины либо то что на ваши выходные может влиять женская особа может быть и вы выходные обсуждать какие-то рабочие вопросы но женщины возможно женщиной стихии земли это может быть телец дева или козерог по гороскопу может быть это просто какая-то бизнес вуман или коллега давайте посмотрим на карту основного совета для вас и мы видим карту башни на совет все-таки это карта разрушений и она говорит о том что вам нужно что-то разрушить не случайно для одиноких выпадала карта смерти которая говорит о том что чем быстрее вы сделаете какой-то выбор чем быстрее не побоитесь вот этих самых разрушений тем быстрее вашу жизнь войдут обновления потому что на месте старого всегда рождается что-то новое я возьму сюда пожалуй дополнение для кого-то из вас эта карта может говорить о важных моментах связанных с казенными домами если у вас есть какие-то долги или кредиты поспешите их закрыть для того чтобы не было каких-то проблем если у вас имеются проблемы с любого рода бумагами с этим вы можете столкнуться еще и в будущем возьмем дополнение мы видим карту колесницы в вашей жизни ваши перемены во многом будут зависеть от вас от ваших активных действий и от вашей смелости эта карта прорыва и обратите внимание на то что на совет выплат два старших аркана то есть обе эти карты говорят о том что не побойтесь перемен действуйте начинайте действовать уже сейчас чем быстрее тем лучше если у вас в планировании намечаются дороги постарайтесь эти дороги совершите не пойдут вам на пользу давайте посмотрим ответ на ваш вопрос да или нет мы видим карту старшего аркана солнышко снова старший аркан это однозначно уверенно да это победа это преодоление всех препятствий это ваша радость и для многих благодаря тому вопросу который для вас разрешится это еще и перспективы будущем так как это очень долгоиграющая и светлая карта которая говорит о ваших амбициях о ваших талантах о ваших способностях о вашем уважении другими людьми если меня смотрят одинокие вас волнует ваша личная жизнь либо вас волнуют какие-то проблемы дома семьи по этой карте все для вас разрешится благополучно самым лучшим образом и вы чем-то будете довольны что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для мужчин и для женщин три карты для вас будут и как совет и как подсказка карта кольца карта туза 3 7 бубен и карта восьмерки пик очень много амбиций связанных с работой с каким-то движением переживания из-за дорог из-за изменений вашей жизни если вы планируете дороги за границу с этим связано очень много волнений может быть у кого-то эти дороги связаны с образовательными процессами с обучением тоже здесь есть волнение но с кем-то вы заключаете важный договор и двигаетесь в нужном направлении то есть нужные знания будут достигнуты нужный результат будет достигнут чего бы это не касалось рабочих процессов образования либо каких-то личных моментов возможно по этой карте вы планируете поездку с кем-то то есть куда-то вы направляетесь в паре скорее всего дорога либо рискованно либо сложно если это касается работы либо каких-то больших изменений в вашей судьбе но здесь у вас есть поддержка для кого-то из вас это вечерние дороги на дальние расстояния тоже связи с этим переживания но все для вас будет хорошо если вас волнует вопрос работы денег здесь тоже переживания но для вас этот вопрос разрешится положительно и по этим картам я вижу активность а это уже хорошо это говорит о том что вы не будете сидеть на месте и возьмем для вас еще одну карту дополнительного совета для женщин карта мужчины говорит о том что много вашей жизни будет зависеть от мужчины либо с помощью мужчины вы многие вопросы сможете решить для многих из вас это может быть ваш супруг человек для вас близкий это может быть любимый но для кого-то это может быть и начальник либо кто-то из вашего дома или семьи если вы одинокий если вы мужчина эта карта вас показывает собственная персона и говорит о том что вам нечего бояться все в ваших руках и вы все способны разрешить и от вас может зависеть еще кто-то из вашей семьи из ваших близких всем хорошего настроения всем позитива пишите в обратных сообщениях как для вас эта неделя проигрывалась проигрывается для тех кому было интересно и вы еще не подписаны подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем удачи и до свидания